Чтобы деньги дошли до детей, уполномоченные по правам ребенка и приставы провели совместный прием граждан по вопросам взыскания алиментов и исполнения судебных решений, затрагивающих права детей. В основном приходит та сторона исполнительного производства, которая не получает алименты. То есть в основном мамы, мамы детей, на которых необходимо взыскивать алиментные платежи. В процентном соотношении это где-то 70% у нас взыскательность является мамы, женщины и 30% это бабушки и, к сожалению, папы. Алименты – значимая часть исполнительных производств, но с каждым годом должников становится меньше. Люди приходят на прием с разными вопросами. Как рассчитывают алименты, с каких видов заработка их удерживают и как все-таки бороться с неплатильщиками. Все проблемы решают в оперативном режиме. Очень часто важна роль и присутствие самого руководителя службы судебных приставов, потому что сразу ситуация тактически выстраивается. То есть мы совместно вырабатываем тактику, которой нужно следовать для того, чтобы алименты в конечном итоге дошли до семьи, дошли до ребеночка. Наряду с вопросами денежными традиционно возникает много этических и юридических. Один из самых распространенных – как определить, с кем из родителей должен жить ребенок и как часто малыш может общаться с другим родителем. А вот порядок общения – это действительно очень сложная тема, потому что очень часто эти решения или не исполняются, или исполняются в каком-то искаженном варианте, не так, как они зафиксированы в судебном решении. Очень часто это зависит от желания в том числе и самого ребенка. Этот прием далеко не последний. Как правило, такие встречи организуют примерно четыре раза в год по мере необходимости.